Здравствуйте! Есть такой очень интересный раздел в наборе тех наук, которые раньше обязательно изучал инженер, а в мое время почти все учились на каких-нибудь инженеров. Мало было всех этих менеджеров, менеджментов и всяких таких вот маркетологов. Все в основном инженеров. А какой-то инженер без металловедения, да? А сейчас металловедению никто практически не учится. Все теперь... Реш-маш-ешь такая специальность. Знаете, реш-маш-ешь. Менеджмент. Так вот, очень интересная на самом деле вещь. Вот это вот металловедение. Даже не знаю, как с чего начать. Насколько она интересная и необыкновенная. Дело все в том, что в ней все очень непросто. В ней и в этой науке про металл. Вот у меня тут картинка нарисована. Это, скажем так, диаграмма состояния сплава двух металлов, да? Или двух веществ, да? Вот видите, как интересно. Вот слева все представлено только одним веществом. Его 100%, а другого вещества 0%. А справа вот наоборот, 100%. И вот очень интересная ситуация такая. Что, видите, вот там чечевица такая вот получилась, как линза, да? Снизу от линзы называется солидус, а сверху ликвидус, да? Вот оказывается, когда температура у вас достигает уровня солидуса, да? Вот этой линии, знаете, а по вертикальной оси отложена температура, то начинается плавление. Как мы в школе привыкли? Мы в школе привыкли так, что, значит, если какое-то кристаллическое вещество, в школе нам плавили почему-то всегда нафталин. Ну, можно плавить золото, можно плавить, в общем, много чего. Что может расплавиться? Так вот, если мы чистый материал плавим, вот доходит температура до какого-то уровня, да? И больше не меняется. И пока не расплавится, пока весь металл или весь нафталин не превратится в жидкость, она не меняется. А вот с реальным металлом, а ведь реальный металл всегда сплавает, это не так. Получается такое вот состояние. Вроде начали плавиться, но еще не расплавились. Вот такое вот интересное очень состояние. А вот нижняя линия солидус, ниже ее все твердое, такое, так сказать, солидное, да? Солид. А сверху все жидкое, ликвидус. Вот это вот уже все ликвидировалось, стало жидким. Сверху жидкость, выше чечевица, а в серединке интересная смесь. Вот, но это вот для пара металлов, пара чистых металлов сплавилась, да? То есть уже если вы работаете с припоем, это уже вот примерно такая система. Если припой у вас двухкомпонентный, на самом деле он обычно еще из большего количества компонентов состоит. А вот для железа, а железо это важнейший в работе металл, вот эта вот кривая вообще совершенно сногсшибательная, да? Видите, сколько всего. И это еще не все, потому что тут по уму надо еще одну ось координат вести, время. Все зависит от того, как быстро вы охлаждаете материал. И вот в зависимости от этого быстроты охлаждения у вас будет получаться та или иная структура металла. Представляете, как здорово, да? И вот когда я вот в металловеднии учился, нам, значит, рассказывали такой анекдот. Ну, шуточку. Типа спрашивают студента, что такое ледобурит? Ледобурит, а вот это вот ледобурит, это вот одно из названий, которое в одной из этих вот ячеек написано, да? Это то вот состояние системы углерод-железо, сталь это углерод-железо. И вообще железо так в самом себе не бывает, оно бывает в смеси с углеродом какой-то, да? Что такое ледобурит? И вот студент начинает рассказывать, что ледобурит – это машина для бурения льда. Ну, нарисуйте мне эту машину. И вот он начинает рисовать эту машину для бурения льда. Это нам рассказывают как анекдот. Естественно, все знали, что ледобурит – это никакая не машина, да? Перлит тоже такой есть еще, ледобурит. И вы знаете, вот я сейчас с современными студентами общаюсь, конечно, ледобурита с перлитом у меня с ними нет, я им не металловеднии преподаю, но очень часто слышу от них совершенно невероятные вещи. Вот, например, про поляризованный свет. А что такое поляризованный свет? Ну, это который распространяется в одном направлении. Ага. А неполяризованный? Ну, он как-то так по кривой распространяется. Такие необыкновенные вещи мне рассказывают, вы не поверите. Ну, ладно, удачи вам. Учитесь лучше, чтобы над вами не смеялись. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok